БИСК присоединился к акции Лес Победы. В акции приняли участие по традиции работники администрации, представители Думы, а также все желающие представители общественности. Сейчас как раз мы посмотрим, как это все происходит. Высаживать сегодня будут спирею и перимедальные тополя. Специально для этого выделили участок на третьей очереди бульвара Петра Первого. Как раз здесь он не засаженный. И сейчас уже акция идет полным ходом. Посмотрим. Как раз здесь сейчас происходит посадка деревьев. Посадка деревьев. Я не фотографирую. Расскажите, как у вас настроение? Отличное, отлично. Настрой боевой. Посадим деревьев. Как ваше настроение? Поделись. Деревья нужно сажать с хорошим настроением. Обязательно. Очень хорошо. Вот как раз здесь машина для полива организована. Лунки уже подготовлены. И вот даже уже некоторые молодые деревья высажены. Всего в этом году будет посажено в рамках акции 76 единиц деревьев. Тут же тут сейчас идет полив. Здесь уже вот посадили. Очень активно все происходит. Примерно 100 человек принимает участие в этой акции. Как раз мы сейчас видим председателя комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания Татьяну Викторовну Ильиченко. И мы сейчас поинтересуемся, как у нее и дела. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, как сейчас все происходит. Что значит эта акция? Сегодня мы принимаем участие в акции Лес Победы. Принимаем участие... Победа – праздник общий для всех. Для всех конфессий, для всех политических партий. Сегодня мы совместно с коллегами из Думы посадили, с ребятишками посадили этот тополь. И я уверена, пирамидальный тополь. Я уверена, что он примется и будем следить за ними. Вообще замечательно. В этот момент посадить новое дерево. Новое дерево – это новая жизнь. Нам наши ветераны дали право жить на этой земле. И я думаю, что это хороший повод почтить память наших ветеранов и посадить дерево. Спасибо. А мы пойдем дальше, посмотрим, как все происходит. Вот мы сейчас как раз подходим к молодому специалисту в городе администрации Ксения Тимофеева. Ксения, с каким настроением, как впечатление? Очень с позитивным настроением. Мне кажется, это так патриотично. Накануне Дня Победы мы саживали деревья в своем родном городе. Я рада, что прикоснулась к этому событию. А мы рады, что вы рады. Спасибо. И таким вот чудесным образом, накануне Дня Победы, еще один уголок города Дийска станет зеленым. И будет напоминать о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Наталья Алексеевна, вы тоже приняли участие в этой замечательной акции «Лес Победы». Расскажите, какое дерево вы держите в руках? Если бы я знала, что я дерево держу в руках, неважно, какое, главное дерево. Главное дерево. Мы уже одно посадили дерево. Я думаю, что пусть растут, деревья постарные, это не важно. Главное, чтобы в городе было зелени больше. Главное, чтобы ребенка, куда бы и старикам не пришла, куда было бы идти отдохнуть. Подкрону деревья. Пусть растут. Пусть растут. Это сказала Наталья Алексеевна Быкова, главный врачонка-диспансер и депутат Думы города Виска. Деревья – это легкие нашего города. Пусть растут. Полностью согласны. Около деревьев. Встаньте, Дмитрий Алексеевна. Встаньте, Дмитрий Алексеевна. Ну вот как раз здесь около деревьев, но высаженных, проходят фотосессии. Тут уже все завершено. И буквально вот уже смотрим, что новый рядок деревьев появился на бульваре Петра Первого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова